привет друзья с вами сегодня я наталья и я нахожусь парке беллини в городе катания такое прекрасное местечко хотела вам его сегодня показать и заодно вот у меня появилась такая небольшая тема поговорить о скандале на телевидении в италии по поводу по поводу русских итальянских отношений между мужчинами то есть итальянские женщины против наших женщин не конкретно наших они так называют женщины эст то есть женщины восточной европы давайте поговорим в субботу так называлась эта передача и ее закрыли закрыли по поводу темы на именно почему итальянские мужчины выбирают женщин восточной европы то есть из россии украины белоруссии и других близлежащих стран которые считаются восточной обратила внимание что никто из итальянских блогеров не говорил на эту тему я вообще как вы видите ни разу не делала такие видео разговорные потому что сейчас вам немножко еще покажу заодно парк где нахожусь в италии видите цветы сажают мужчины то есть итальянские мужчины сажают и ты не итальянские женщины в парке я немного переместилась там по приходили люди потому что такая территория достопримечательностей передача называлась почему итальянцы предпочитают жениться на женщинах из восточной европы следуя передачи в соцсетях возникло целое движение требующие у дирекции канала всеобщего извинения потому что в заведомо ложная информация и оскорбление итальянских женщин в таком плане выступили некоторые политики женщины также председатель депутатов там какого-то масштаба назвал эту передачу постыдной и лживой после этого естественно закрыли передачу и оказывается это очень больная проблема для итальянок для всех итальянцев наши приезды и забирание их них мужчин девочки я немножко пройдусь по парку и буду с вами разговариваю продолжать тему дальше потому что сидеть на в парке на одном месте невозможно сразу подходят различные персоны которые просто в упор смотрят на тебя что ты там делаешь чем ты занимаешься но почему-то именно сейчас мне захотелось поговорить на эту тему гуляя по парку поэтому я продолжу качество которое было сказано русские жены быстро восстанавливают былую фигуру после родов здесь конечно я бы не знаю я бы даже и не согласилась с этим моментом тоже потому что восстанавливают все былую фигуру как и восстанавливают везде очень много стройных итальянок просто что скорее всего наши выходят замуж раньше итальянки позже это все зависит от человека поэтому вот с этим качеством я бы не согласилась второе качество русские всегда сексуально выглядят никаких ужасных пижам дома возможно 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 раз так говорят мужчины потому что проводился соц опрос и передачу не выпустили на пустом месте естественно они прощают измены третий пункт я бы не сказала то есть они прощают измены скорее всего им не изменяют мне так кажется итальянки то они тоже прощают измены но они прощают просто по-другому например это стоит очень дорого мужчине итальянскому это уже сто процентов потому что я даже знаю несколько случаев когда он говорит мне чтобы помириться с женой стоило 2000 евро там это из обычного мужчины который обычный был служащий в аэропорту вот то есть насчет измен могу поспорить прощают скорее всего лишь те кто опять-таки женился или вышел замуж просто потому чтобы уехать за границу то есть естественно есть жены итальянцев которые сюда приехали чтобы вырваться чтобы вырваться из своей страны а есть жены итальянцев которые сюда приехали выйти замуж за любимого человека естественно это две больших разницы и об этом очень сильно спорят и описывают эту ситуацию итальянские женщины на всех форумах во всех спорах и комментариях в интернете четвертый пункт который выделен из хороших качеств наших женщин они подчиняются своему мужчине вот в этом плане конечно феминистки выскочили ой то есть естественно все хотят быть самостостаточными но мне кажется здесь тоже все зависит от возраста то есть молодежь она уже совсем другая свободная те кто сюда приезжают и возможно которые выходят замуж они естественно пытаются быть свободными и никто и никому подчиняться не будет но большинстве своем я думаю что наши женщины умные как говорится говорит си си а все равно делается по-своему просто как мне надо немного быть да дорогой да ты прав ты прав но в то же время я думаю что итальянки такие же вот вот эти все качества которые я читаю ладно сейчас дочитаю потом буду говорить пятый пункт они прекрасные хозяйки с этим поспорить не могу но хозяйки же опять таки так вот на сицилии женщины все хозяйки все хозяйки я не знаю для чего эта передача была создана чтобы разругать так наших женщин которые приезжают чтобы наехали то есть возможно на севере сейчас молодежь не такая хозяйка она они конечно имеется в виду здесь два варианта опять женщина постарше и молодежь то есть очень же я даже считаю что здесь выходят замуж в италии большинство женщины которые постарше живут молодежь которая приезжает они больше приезжают сюда учиться девочки мальчики и там уже если у них складываются какие-то если у них складываются какие-то отношения выходят замуж женятся вот насчет хозяек то есть сечильянки на сицилии хозяйки просто отличнейшие они все прекрасные хозяйки на самом деле вот в этом плане женщин немного оскорбили потому что итальянских они конечно стали возмущаться опять-таки говорю и повторюсь не понимая почему для какой темы и почему был создан весь этот разговор чтобы закрыть канал найти причину для этого чтобы взорвать интернет негативом против наших российских постсоветского просто пространства женщин какая красота еще только начинают но какие какие красивые только начинается цвести а все равно красота неописуемая да шестой последний пункт из этого списка который был выставлен в интернете написано что они не прилипалы и не дуются неделями на любимых мужчин ну насчет не прилипал и да возможно такого сбора информации на передачу вынесенного в эфир закрыли передачу и мне кажется это так на странно все потому что да там пишут я после комментариев конечно обалдела оказывается девочки понаехали мы сюда такие сякие легко доступные которые на самом деле во первом время такими хорошенькими кажутся которые обращают их них мужчин ну естественно мужчины есть которые защищают скорее всего знакомы с нашими женщинами или женаты и они пишут вы со своим фемистическим движением стали просто мужиками вы же не женщины вы посмотрите на себя понимаете там уже такая ругня такая ругня ой какая прелесть все таки как и приятно смотреть на красоту да раньше недели две-три назад в интернете просто в интернете есть блогер итальянский я каким-то путем не помню почему была на него подписана и мне вот выскочил выскочил такой видеоролик тоже 5 чинку дифференция да опять различий между рогатца девушка итальяна и девушка руссо русская и первым тоже было первый пункт просто там немножко другие пункты я их не помню но первый пункт был тот тот что опять-таки русская женщина женственно в отличие от итальянской были еще пункты там о сексе что русская три ну так не было конкретно сказано но понятно что русская может три раза итальянка один раз и еще какие-то в принципе те же самые скорее всего те но вот не помню просто я тоже вот этот ролик был очень короткий где-то 4 минуты четыре с половиной но сколько комментариев там было написано под этим роликом сколько обиды опять-таки от итальянских женщин и всего остального и что они на нас только не пишут получается девочки понаехали мы тут вот никто вас здесь не любит кроме итальянских мужчин это я также говорю девочкам женщинам которые стремятся выйти замуж за итальянских мужчин приехать в италию которые еще сидят дома и только об этом мечтают потому что на самом деле вас здесь тоже никто не ждет уже политика настроена так что еще неизвестно чем это все закончится раз закрытие передачи ладно там уволить уволить какого-то человека кто создал эту передачу уволить телеведущего уволить редактора да и дальше идет себе программа потому что она каждую субботу выходила популярная программа итальянцы ее смотрели на первом канале первый канал смотрят все вот и тут раз тебе всю передачу закрыли потому что русские женщины лучше итальянских я думаю что это начинается целое движение против наших женщин которые это только начало это было это суббота значит это будет еще развиваться тут вот тут не дай бог конечно но вот такие вот дела то что все они смотрят на нас вообще-то они все доброжелательные они все тебе улыбаются все тебя любят все тебя целуют все тебе рады но они же такие актеры такие актрисы мама дорогая и вот только здесь первый раз я увидела такое возмущение когда их сеньор сравнили с русскими что русские лучше чем они вот такая вот ситуация в стране девочки с вами сегодня поговорила как говорится первый раз высказала свое мнение о какой-то проблеме я думаю это проблема для итальянок есть единственное что я считаю что все таки это не женская проблема феминистическая а все таки здесь мужчины опять таки все равно решают кого им выбирать да женщины хотят быть феминистками будьте ими но дело в том что итальянки они раньше привыкли жить без наших женщин наши женщины не имели возможности приехать в страну в их не так как бы в советский союз да итальянок самих было меньше на территории Италии мужчин у них всегда было больше поэтому они что хотели то и решали но на самом деле и они решили измениться стать глубокими феминистками это больше к северу относится но они не подумали о том что мужчины имеют тоже право выбора и то что они хотели женщины хотят высказать своим итальянцам что они сейчас свободны и правы мужчины сделали другой выбор они теперь выбирают жен из-за границы и то что все равно им будет больше нравиться вот и все вот вся логика на этом мое видео заканчивается до новых встреч пока пока интересно конечно знать что вы думаете по этому поводу потому что тема такая интересная неоднозначная я уверена что и среди русских и среди итальянских всегда есть разные люди которые прощают которые не прощают которые хорошие хозяйки и нехорошие хозяйки объекты внутри что напряжение все понимает Продолжение следует...